Российские власти предложили платить более 100 тысяч рублей за переезд из регионов Северного Кавказа. Такой проект подготовило Министерство труда России. Предполагается, что деньги будут выплачивать молодым специалистам, которые переедут из Чечни, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также Алтая и Тывы. 116 тысяч рублей подъемных смогут получить те, кто устроится на работу на Северо-Западе, Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. Эти регионы России считаются трудонедостаточными. Чиновники основывают проект на данных о безработице. На Северном Кавказе ее уровень в среднем составляет около 9%, это в два раза больше, чем в среднем по стране. А в регионах, куда предлагается уехать специалистам, число людей, ищущих работу, меньше, чем количество вакансий. Пока проект не одобрен, точные условия получения выплат неизвестны. Сообщается, что деньги планируют выдавать на основе договора о трудоустройстве, причем делать это в два этапа – через месяц и через полгода после подачи заявления в Центр занятости. На какие цели предназначены подъемные, пока тоже не сообщается. Северокавказские республики занимают первые места в рейтингах по безработице и последние в рейтингах по уровню зарплат. Например, в первом квартале этого года безработица в Ингушетии только по официальным данным составила 29%, следом идет Северная Осетия с 15%, затем Дагестан 14%, а потом Чечня и Карачаево-Черкесия по 11%. В прошлом году жители Ингушетии в среднем тратили 7 месяцев на поиски работы, и это лучший показатель среди республик Северного Кавказа. Для сравнения, в Чечне на это уходит 7,7 месяца, в Кабардино-Балкарии и в Дагестане по 9 месяцев, в Северной Осетии – 11, а в Карачаево-Черкесии больше года. На этом фоне в Кавказских республиках ведется набор добровольцев для участия в войне России против Украины. Например, в Дагестане контрактникам предлагали от 170 тысяч рублей, а в Чечне – до 300 тысяч за месяц участие в боевых действиях на территории соседней страны. Подписывайтесь на YouTube-канал «Кавказ Реалии», чтобы быть в курсе.